Пока старшая дочь занимается с группой, мама наблюдает со стороны. Анна Михайловна, даже будучи на пенсии, не забывает о любимой школе. Она мастер спорта по спортивной гимнастике. 25 лет проработала здесь тренером. С детишками, так мне понравилось с детишками работать. Я закончила вуз специально, педагогически, чтобы потом работать. Маленькие детки, и средний возраст, и лучшие дети. Потом у нас образовалась бригада, и я работала со старшими. Она уже на сборную края, на сборную города. Ее место заняли дочери Наталья и Елена. Младшая сейчас находится на соревнованиях в Ростове. Наталья же проводит занятия для подготовительных групп. Вспоминает, как они с сестрой буквально выросли в спортзале. Все свободное время проводили на маминой работе. Ходили в секции, еще до школы ездили на соревнования вместе со старшими ребятами. Будущая профессия была предопределена. Наталья работает в Виктории с 2003 года. Признается, самые важные знания дал не институт, а старший наставник и мама в одном лице. К юным спортсменкам старается быть требовательной, но и поощряет за хорошую работу. С первых занятий я поняла, что мне очень хочется научить, и научить так, как я умею. И вот пока я этого не добьюсь, я прихожу к цели, что научила. Для меня это такое удовлетворение, что я научила ребенка. Может быть, как-то и от мамы передалось, что мы любим эту профессию, любим учить. И у каждого из нас, почему тренер-учитель, потому что мы неравнодушны, если у ребенка не получается. Мы сделаем любыми подходами, подготовительными упражнениями. Но мы хотим, чтобы ребенок научился именно тому, чему мы преподаем. Взрастить чемпиона без соответствующей спортивной базы невозможно. По словам тренеров в Анапе, развитию спорта уделяется большое внимание. В частности, в спортшколе «Виктория» сегодня созданы все условия для работы с малышами и взрослыми гимнастками. Сейчас девочек готовят к зимнему турниру по общей спортивной подготовке. А уже весной запланированы классификационные соревнования. Тренерам благодарны и дети, и родители. В день учителя им, как и всем другим педагогам, приносят цветы и подарки. Но, как признаются спортивные наставники, для них лучшая награда – достижение своих воспитанников.